Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в торговых центрах ослаблять нельзя. Об этом говорили на оперативном совещании по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Но при этом можно сделать некоторые послабления в других сферах. К примеру, разрешить проведение соревнований по парусному спорту и по теннису, о чем просят международные федерации. Это традиционные спортивные праздники и проходят они на свежем воздухе. В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление в части разрешения проведения на территории Самарской области международных спортивных соревнований. В случае принятия положительного решения соревнования будут проводиться при условии обязательства в соблюдении комплексов, где окончительных и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-экономического благополучия населения. Губернатор Дмитрий Азаров считает возможным и проведение Самарской студенческой весны, если она пройдет в следующем году. И поинтересовался, какие меры для этого предприняты. Старт не объявлен официальным конкурсом. Но я созванивался лично с организаторами фестиваля. Ориентировочно старт объявят через две недели. И заявки будут приниматься от регионов до 26 марта. И потом будет проходить конкурс, и решение будет приниматься до конца весны. На оперштабе прозвучало предложение о прекращении ограничений в отношении несовершеннолетних, которым сейчас запрещено находиться без сопровождения взрослых на фудкортах торговых центров. Нам сегодня поступает большое количество обращений, связанных с тем, что лица старшего возраста не могут воспользоваться помощью подростков, внуков своих, чтобы пополнить запасы продовольствия, каких-то фармацевтических товаров. И вынуждены сами тоже выходить в торговые центры. У нас рост заболеваемости. Как это стыкуется с теми предложениями, которые вы озвучили? Как это отработано с Роспотребнадзором? В итоге было принято решение, что подростки не смогут посещать торговые центры без родителей до конца февраля. Также ограничения продлили и людям старше 65 лет. Поэтому волонтеры должны активизироваться и усилить работу по обеспечению людей серебряного возраста продуктами и лекарствами. Число больных коронавирусом не сокращается, а в некоторых возрастных группах, наоборот, наблюдается рост. А значит, отменять действующие меры пока рано. Виктория Шаре. События.